Давай скажи еще раз, почему ты научился? Чему я серьезно научился у Наголицына? Потому что во всем видеть как бы проблемы. В первую очередь пытаться проблематизировать любую простую вещь. То есть понятно, что есть какое-то решение, но видеть, что здесь непонятно. А само образование, в том числе физическое, любое научное, оно стоит в том, что ты даешь готовые ответы на уже вопросы. Тебе рассказывают, как есть на самом деле. Как рассказывают, как устроен атом. Тебе рассказывают, как устроены изволы. Непроблематизируемые. Непроблематизируемые. То есть вот оно само, как готовое знание тебе сообщается. И ты потом этих задач, этих проблем, даже в ближайшее время смотреть не можешь. И специалистов, по большому насчету, которые... Я не могу вспомнить ни одного человека, ну так всерьез-то, да, преподававшего в СВАКе, который эту ситуацию, свой курс считал как курс проблематизации. И на маргиналы же писали какие-то статьи там. Ну это же не то. А маргиналы... Книжечки какие-то по теории относительно... Ну это же все было, это же было, не было. Это был чрезвычайно низкий уровень. Ну да. То есть нас, на самом деле, не учили сомневаться, не учили все проверять, перепроверять. Не учили, не учили совершенно. А вы можете... Не учили проблематизировать это все. А рассуждать самим. Ну как, вроде бы флагман, это наш Ленинградский университет, это физфакультет. И так, такое вы говорите. Ну я думаю, что все такие. Да. Ну само вот образование готовой науки так, что она дана... Ты обучаешь, ты передаю готовые ответы на готовые вопросы. С ложечки кашкой кормят. Да. И еще... Как детей. И, конечно, на этом фоне вот это засилие математических методов, формального способа решения. Когда ты... Любая задачка, тебе кажется, что она имеет смысл только в контексте неопределенного рода математических рассуждений. С стройными интегралами. Да. Ну и стройными, с более сложными. И в результате происходило то, что особенно это на физфаке университета была, где это чрезвычайно сильная математическая школа. И там кафедра была очень сильная мат-физика. И даже очень талантливые люди, которые приходили качествливее физиков, они уже после третий курса приходили на кафедру мат-физики. И как ученые по-большому, то есть как физики, они там, конечно, умирали. Ну мат-физика была самая сильная и самая престижная. Престижная была. Но она не имела никакого влияния к физике, потому что отчасти физика как наука, то есть вот такая, не имеющая отношения. Вот я же то, что рассказываю, где-то нужно очень мало математики какой-либо. Но тем не менее, это физика. То, что я пытаюсь рассказывать всегда. То есть что физика нечто принципиально отличающее от математики. Математическая наука. Ну и не только. Есть теоретические там концепты свои, которые строятся, которые гораздо ближе по своей сути к которой философия или философия, чем математика. Математика всего лишь инструмент. Ну все.